В этом году Омской области впервые выбрала честь принимать чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу. Сразиться за победу на татаме и ринге Омского велотрека прибыло более полутысячи сильнейших бойцов из 11 регионов Сибири. В числе претендентов на звание чемпиона СФО 8 мастеров спорта и 3 международника. Не менее представительной была и делегация гостей, которые пришли поприветствовать спортсменов на Омской земле. В их числе главный тренер сборной страны по кикбоксингу Фаригат Касымов, президент Федерации кикбоксинга Сибирского федерального округа Владимир Григорьев, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Борис Карант и представитель регионального Минспорта, который активно помогает в организации и проведении соревнований. Наша омская земля славится ими спортсменами, ими нашими достижениями именно в кикбоксинге. У нас есть чемпионы мира, есть чемпионы Европы, у нас победители и чемпионы России. Я думаю, что именно этот показатель говорит о том, что кикбоксы в Омске один из самых лучших и номер один видов спорта. Я уверен о том, что мы эти традиции будем продолжать. Хозяева турнира выставили команду из 168 бойцов. В итоге каждый четвертый из них сумел завоевать чемпионский титул и войти в число тех, кому предстоит отправиться на всероссийский турнир. Давайте же познакомимся с некоторыми представителями омского кикбоксинга. Студентка первого курса Сибуфка Надежда Жаворонок с 2009 года регулярно защищает честь нашего региона на чемпионатах страны. Не станет исключением и этот год. Заветную путевку на Россию она получила благодаря победе над своей землячкой Алиной Задориной. С соперницей мы уже вместе боксировали. Это был второй раз, когда мы с ней вместе боксировали. Девочка хорошо работает на руках. Техника бокса у нее больше преимущественно преобладает. Поэтому надо было с ней работать на ногах. Честно говоря, я бы лучше боксировала с кем-то из другого города, потому что это другой опыт, другие тренера, другие люди, что-то незнакомое. Но я думаю, что любой спортсмен будет рад любому опыту, любому поединку, потому что это какой-никакой результат и опыт. От поездки на чемпионат страны, который состоится в марте в Московской области, Надежда ожидает многого. В том числе и получение норматива мастера спорта. Очень внимательно омские болельщики следили за поединком мастера спорта международного класса Дмитрия Киреева. Наш боец провел встречу с новосибирцем Александром Перепадиным в своем фирменном стиле, нанося точные и четко выверенные серии ударов. Он бил с разворота и даже делал подсечки. Завершился бой досрочно. Для меня этот турнир получился не настолько, скажем прямо, тяжелый, потому что соперников таких сильных не было. Но два боя, тем не менее, было. Отбоксировали, слава богу. Вышел, продышался. Следующий этап у нас будет чемпионат России, который будет проходить в Москве через месяц. Так что будем готовиться туда, посмотрим, как все пройдет. Этот год у нас будет очень тяжелый. Мы задались и цель поставить, чтобы получить заслуженного мастера спорта. Это то, что нам надо выиграть чемпионат России и чемпионат Европы. И съездить на Кубок Мира и также выиграть Кубок Мира. Посмотрим, планка высокая, но будем стараться, надеюсь, что получится. К знакомству с омскими бойцами мы вернемся чуть позже. А пока представляем вашему вниманию еще одного международника. Алексей Филиков на ковре выступал за Алтайский край в самом тяжелом весе 94+. Для бойца с большим стажем эти старты были больше разминкой, чем соревнованиями, на которые он сделал большую ставку. Его задача попасть на Россию в разделе «Фуллконтакт». Но победа в «Лайке» тоже лишней не будет. В зависимости от настроя и физического состояния Алексей сможет выбрать, в каком разделе двигаться дальше. Был у меня сейчас финал с вашим земляком в Сомской области. Но бой пошел. Мне понравилось. Молодой человек был. Моложе меня. То есть, быстрее, поинтенсивный. Я спортсмен в разрастной. Мне 37 лет. Ну, доволен боем. Для начала года это нормально. Потому что я тренировался две недели. То есть, до начала пойдет. Теперь перейдем на ринг, где омские бойцы также сумели показать зрелищные поединки и высочайший уровень мастерства. Это Нигмат Беназиров, в прошлом году вернувшийся с Кубка мира золотом раздела «Фуллконтакт». Далеко идущих планов спортсмен пока не строит. Главное, на данный момент успешно пройденный отбор и мысли о покорении ринга на чемпионате России. Соперник очень хороший. Он неоднократно участвовал на чемпионатах России. Побеждал чемпионат Сибири. Поэтому был очень конкурентный бой. Но наша команда, клуб «Лего Стали» хорошо подготовилась к этому турниру. Провела отличные сборы. Спасибо нашему тренеру Амирхану Каиржановичу. Благодаря этой подготовке, я думаю, я одержал победу сегодня. Никто не сомневался и в успехе чемпиона мира, обладателя Кубка мира, лауреата спортивной премии «Доблесть» Кайрата Нормагамбетова. Даже несмотря на то, что он вышел на бой с травмой. Нельзя не отметить и его соперника. Новосибирец Денис Бурматов сумел провести конкурентный поединок со столь титулованным спортсменом. В итоге опыт Кайрата все-таки взял верх. Результат – омский воспитанник клуба «Лига Стали» уже восьмой раз стал чемпионом Сибирского федерального округа. Каждый поединок, он сложен по-своему, потому что в сборную Сибирского федерального округа входит очень много чемпионов мира, чемпионов Европы. Я считаю, что сборная Сибири – одна из самых сильнейших. Поэтому этот турнир крайне важен не только для меня, но и для всего Сибирского округа. А я буду продолжать работать упорно, сильно, слушать своего тренера, тренера высшей категории Нормагамбетова Амирхана Каиржановича. Делать полностью его установки и буду надеяться, что буду одерживать и радовать вас красивыми яркими победами. Всего омские спортсмены завоевали 44 медали и, как следствие, лидерство в командном зачете. Как всегда, Сибирский федеральный округ и по количеству, и по качеству, ну, не то, что удивил, а держит свою марку. Очень высокий уровень конкурентных соревнований. Я думаю, что это во многом предопределило и саму организацию на высоком, хорошем уровне. Мне хотелось бы сказать большое спасибо Омско-областной федерации в лице президента Сапунова Сергея Олеговича и правительству Омской области, Комитету по делам молодежи и по физической культуре и спорту Омской области за помощь и поддержку развития кейбоксинга в этом регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok